Визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС откладывался в течение почти полугода, в основном из соображений безопасности. Теперь, когда они смогли лично оценить ситуацию, обнародован отчет МАГАТЭ с рекомендациями, как не допустить ядерной катастрофы на самой крупной АЭС в Европе. ЗАЭС находится под российской оккупацией с начала марта. Реальные атаки, намеренные или нет, удары, которым подвергалась АЭС, которые я лично мог видеть и оценить вместе с нашими экспертами, являются совершенно недопустимыми. Вы играете с огнем. Может случиться катастрофа. Поэтому в нашем отчете мы предлагаем установить ядерную зону безопасности и защиты в границах периметра вокруг АЭС и на территории самой АЭС. В отчете приводится семь главных принципов обеспечения безопасности на любой атомной станции. И говорится, что ни один из них не соблюдается в полной мере. ЗАЭС подвергается обстрелам. Системы безопасности могут выйти из строя в любой момент. Украинский технический персонал работает под большим стрессом. Второе условие – это чтобы все системы безопасности и оборудования, обеспечивающие безопасность, работали и были полностью и в любое время функциональными. Мы знаем, и мы это сами наблюдали, что сотрудники АЭС работали в крайне сложных условиях, в помещениях АЭС, где располагались военные машины и оборудование. Наши конкретные рекомендации по этому вопросу – военное оборудование и транспортные средства, находящиеся внутри ядерных объектов на территории АЭС, должны быть удалены, чтобы они не препятствовали работе систем безопасности. На заседании Совета безопасности Украина и Россия продолжили взаимные обвинения в адрес друг друга в атаках на ЗАЭС и на город Энергодар. Пока радиационная обстановка на станции остается в норме. Но в случае продолжения провокации со стороны киевского режима никто не застрахован от более серьезных последствий. Ответственность за это целиком ложится на Киев и его западных покровителей, и на всех остальных членов Совета безопасности, которые до сих пор не нашли в себе мужества назвать вещи своими именами и призвать Киев остановить его безрассудные действия против ЗАЭС, которые создают реальную угрозу международному миру и безопасности. Мы подтверждаем, что ни при каких обстоятельствах Украина не проводила никаких военных действий в отношении Запорожской АЭС. Это бы поставило под угрозу безопасность не только нашего государства, но и миллионы жизней людей в соседних странах. Господин президент, вчера в результате российского провокационного обстрела вышла из строя линия электропередач, которая связывает ЗАЭС с энергосистемой Украины. Уже второй раз из-за российских провокаций Запорожская АЭС оказалась всего в одном шаге от ядерной катастрофы. По словам украинского представителя, президент Украины намерен более детально рассмотреть план создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. Между тем, секретарь Совета национальной безопасности Украины считает, что ЗАЭС должна находиться под контролем Украины. Приехали, посмотрели 2-3 часа, развернулись и уехали. А дальше что? Мы настаиваем, что там нечего делать террористам. Она должна быть под контролем специалистов. Специалистов страны, на территории которой эта станция находится. Эта страна называется Украина. Другие специалисты там быть не могут, потому что мы несем ответственность за этот процесс. Россия ранее высказывалась против создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. Международное сообщество эту инициативу поддерживает. В качестве первого шага российские и украинские силы должны прекратить любые военные действия в районе расположения АЭС или на самой АЭС. Запорожская АЭС и окружающая ее территория не должны быть мишенью или платформой для военных действий. В качестве второго шага должно быть достигнуто соглашение о создании периметра демилитаризации. В частности, оно должно включать готовность российской стороны вывести весь свой военный персонал и военную технику из этого периметра, а также готовность украинских сил не входить на территорию этого периметра. Выступающие резко критиковали намерение России перенаправить электричество, получаемое на ЗАЭС, из украинской сети в российскую. Американский представитель Джеффри Деларентис возложил всю ответственность за происходящее на Россию из-за ее незаконного и неспровоцированного вторжения в Украину. Виктория Купченецкая, Елена Матусовская. Настоящее время. Америка. Нью-Йорк.